Земля — единственная планета во Вселенной, где, как известно, есть жизнь. Её население стремительно растёт, и вместе с этим ростом возрастает потребность в пище, что подчёркивает важность сельского хозяйства. Независимо от уровня развития страны, сельское хозяйство является динамичной и необходимой отраслью. Производство — один и единственный прогрессивный путь развития, однако только производства не хватает. Большое количество пищевых продуктов пропадает, прежде чем дойти до потребителя. Существование человеческой расы начинается всего лишь 200 тысяч лет назад, на нашей 5-миллиарда-летней планете. Человеческая раса — это, несомненно, наиболее инвазивный и умелый вид, который доминирует в мире, используя свои таланты. После Первой и Второй мировых войн, которые были начаты из-за желания достичь мирового господства и управления, население планеты насчитывало всего лишь 3 миллиарда в 1960 году. В 2016 году, избавившись от стресса и напряжения, численность населения в мире достигла 7,4 миллиарда. Согласно докладу ООН, ожидается, что численность населения в мире достигнет 12 миллиардов уже через 35 лет. Принимая эти данные во внимание, объем производства продуктов питания вырастет на 50% к 2050 году для удовлетворения прогнозируемого спроса растущего населения. Поэтому мы должны серьезно подойти к этому вопросу и разработать крупные планы. В то время как развитые страны пытаются бороться с проблемой ожирения, более 800 миллионов человек живут за чертой бедности во всем мире. Две самые большие угрозы ожидают человечество, которое удвоится в численности в ближайшие 50 лет и, по прогнозам, вырастет в 4 раза в ближайшем будущем. Это вопросы энергетики и поставок продовольствия. Итак, мы можем решить проблему питания, просто производя продукты питания? Люди получают продукты питания в три этапа. Первый этап — производство продукции. Второй этап — производство продуктов питания и их хранения. Третий этап — это когда продукты производятся экологично и эффективно и хранятся с использованием лучших технологий. Производство продуктов питания стало проще с помощью новых технологий и знаний, однако правильно сохранить еду — это еще большая проблема. Древнейшие способы хранения продуктов питания, охлаждение и заморозка — по-прежнему самые безвредные и наиболее часто используемые методы. К сожалению, в странах-производителях продовольствия лучшие системы холодного хранения неизвестны для 80% компаний, производящих и потребляющих большие количества пищи. Другими словами, 80% продовольствия в мире не может храниться в лучших условиях. Даже самые развитые страны не имеют все лучшие технологии хранения продуктов питания, и это большая проблема. Производители продуктов питания, чьи продукты не могут храниться правильно, не могут получить достаточной прибыли и, следовательно, улучшить свой бизнес. Этот порочный круг помогает только загрязнять нашу планету без видимой причины, и никто не знает, как и почему это происходит. Кантек Групп делится своими знаниями и опытом, накопленными за 25 лет со всем человечеством через свой фонд науки, культуры и образования. И по этой причине Кантек описывает процессы для 13 основных и наиболее торгуемых продуктов от производства до потребления в книгах и документальных фильмах. Деятельность фонда направлена, чтобы научить, как сохранить эти продукты в лучшем состоянии, повысить уровень осведомленности по этому вопросу и предотвратить потери продовольствия. Если мы хотим достичь мира, мы должны эффективно использовать энергию и сейчас решать продовольственную проблему. Мы должны обеспечить лучшее будущее с помощью правильного хранения и использования продуктов питания и энергии. Самая большая угроза человечеству — это верить, что другие спасут мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова